Живописная природа, водная гладь и богатая история. Все это о жемчужине Люберецкого округа. Малаховское озеро издавна притягивало жителей со всех уголков Центральной России. Наш корреспондент Анна Троян пообщалась с краеведами и выяснила, почему водоем так полюбился горожанам. Малаховское озеро – это наше жемчужина, потому что в нем отразилась и богатая история нашего поселка, и наши собственные воспоминания о детстве, юности и о жизни, прожитой в родном поселке. Так сложилось исторически. Малаховское озеро – центр притяжения жителей. Однако водоем создавался совсем не для отдыха и не для того, чтобы радовать глаз. Руку к образованию озера приложил сам Петр Первый. Это была запруда на реке Македонке, которая появилась где-то в первой четверти 18-го столетия. Как мы предполагаем, с хозяйственными целями, поскольку тогда очень часто для промышленных каких-то предприятий, заводов, фабрик создавались искусственные водохранилища. И вот в Мехнево на тот момент был небольшой оружейный заводик, для которого, предположительно, и служило это водохранилище. Завод закрылся, а живописное озеро осталось. Экологически чистое место, красоты и разнообразие природы стали привлекать горожан. Жители полюбили дачный отдых, бежали от городской жизни, чтобы быть поближе к прекрасному. В 19 веке на Малаховское озеро стал съезжаться не просто народ честной, а сама интеллигенция столичная. Уже в конце 19 века, после строительства железной дороги, после открытия в 1880 году нашей станции железнодорожной, остановочного пункта Малаховка, сюда начинают приезжать дачники. Здесь была лодочная станция, и путеводитель по дачным местам Подмосковья сообщает, что очень трудно, если прийти на озеро, очень трудно найти свободную лодку, потому что, собственно, все лодки заняты. Так что здесь было достаточно многолюдно, весело. Здесь всегда как-то селилась творческая, научная интеллигенция, люди искусства, театра. Семья общественного деятеля и писателя Николая Телешова обзавелась здесь имением в начале 20 века. На его месте сейчас стоит физкультурный университет. До сегодняшнего дня деревянный дом не сохранился. Остались лишь воспоминания на открытках и картинах, которые представлены в Малаховском музее. Поэты и писатели из окружения супругов Телешовых, а это творческая элита, вдохновляясь красотами, писали об этих местах стихи и произведения. Иван Алексеевич Бунин, который упоминает наше озеро в очень красивых и поэтичных строчках своих рассказов. Еще к ним приезжали Леонид Николаевич Андреев, который именно вдохновившись Малаховкой начал писать пьесы. И первая пьеса «К звездам» появляется после того, как он совершил здесь прогулку. Александр Иванович Куприн привез из Малаховки рассказ «Изумруд». Природа, атмосфера и культурный климат вдохновляли дачников и их гостей на подвиги. Узнать до мелочей об историческом прошлом Малаховке можно из пеших экскурсий. Краеведы разработали четыре маршрута. Каждая из них не по книгам, а из собственной жизни знает коренная жительница поселка Лилия Хвощевская. Моя бабушка приехала сюда в 29-м году. Отец мой тут уже родился, ну естественно и я тоже. Поэтому Малаховское озеро, конечно, знаю с самого детства. Люблю его, озеро красивое. Летом, конечно, ходили купаться на пляж. Уникальный климат и благоприятная экология Малаховки уже больше века притягивает горожан в санатории. А местное население поколениями набирается здесь энергии и проводит свой досуг. Если погода позволяет, на велосипеде прокатиться по окрестностям с удовольствием. С палками скандинавскими с супругой хожу здесь иногда. Я родился, вырос, в армии служил, женился и вот живу в поселке Малахов всю свою жизнь. Я горжусь, что я здесь родился, жил и живу. И надеюсь еще пожить. Сегодня Малаховское озеро все та же водяная гладь и завораживающие виды, что и раньше. Они словно магнитом притягивают людей к истокам. Озеро вся жизнь, вот с рождения. Это очень полезный воздух. Это самое замечательное место, которое я знаю. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.